Привет, дорогие друзья, на связи Владимир Коваленко. И сегодня мы с вами поговорим о том, можно ли совмещать сетевой бизнес и работу в найме. Вы наверняка задавали себе вопрос, или вам когда-то задавали, можно ли совместить бизнес и наемную работу. И в сегодняшнем видео я вам подробненько об этом расскажу. Первое, что я считаю, это, конечно же, не экологично бросать работу, которая вам приносит деньги. И кормит, так сказать, вас для того, чтобы начать новый бизнес. Как минимум, это не экологично, потому что вам нужно закрывать базовые потребности своей семьи и глупо брать, рубить концы и уходить с головой в сетевую индустрию. Поэтому я считаю, что, конечно же, можно совмещать. Но есть определенный момент. Когда вы выйдете на доход, который у вас уже, в вашем наемном труде, у вас доход уже сравнивается, тогда вы смело можете закрывать наемный труд и дальше начинать с головой нырять и продвигаться в сетевой индустрии, в MLM-бизнесе. И поверьте, у вас тогда будет значительно большой скачок и быстрый рост, потому что у вас появилось больше времени, и вы уже много знаете, у вас есть определенный опыт. И знаете, что нужно делать, как нужно делать. Ну а сперва, друзья, давайте разберемся, что вам нужно будет делать и как вам это нужно будет делать, для того, чтобы понимать, сколько времени вам нужно выделять на начальном этапе, для того, чтобы развивать свой сетевой бизнес. Если вы решили выделить 2 часа времени, то тогда никаких отвлекающих маневров, которые будут в вашу сторону, не должно быть. Вы решили, вы приняли решение, 2 часа в день я выделяю. Соответственно, вы абстрагируетесь от всего и именно эти 2 часа поосвещаете MLM-бизнесу. Вы именно с головой туда ныряете и шарашите. Конечно, я вам хочу сказать, что многие обещают, наверное, вы слышали уже, что выделяя всего пару часов времени, вы станете миллионерами, вы подключите всего пару человек, те подключат пару человек, и все, вам больше ничего не нужно делать, вы на пассивном находе, и к вам будут сыпаться миллионы путешествий, автомобили, квартиры. На самом деле, это полная чушь, и это розовые очки, которые вам хотят надеть те люди, которые хотят, знаете, хайпануть. Они не выстраивают твердую и мощную команду. Им нужно быстренько вас подключить, тема не с того, что подключает, получает какой-то быстренький процентик. И таким образом, это быстрые деньги для них. Но нужно смотреть трезво, и поэтому я считаю так, что определились, выделили время, и начинаете фигачить. На самом начальном этапе, пока вы будете разбираться, этого будет вполне достаточно. Но вы должны посвятить именно этому бизнесу столько времени, сколько вы решили выделить. Не меньше, можно больше. Следующее, что вам необходимо делать, это разбираться от А до Я. Компания, продукт, маркетинг-план, сертификация, логистика, доставка. Вы в целом, как вообще продвигать этот продукт, какие существуют методы, команда, что внутри в компании, какая вот политика, как вообще выстраивается этот бизнес. Вы должны иметь все ответы на вопросы, которые могут вам задать. И ни в коем случае вы не начинаете рекрутировать, пока не прошли все эти этапы, когда вы сможете смело утверждать, что вы знаете, и можете отвечать. Потому что если вы, знаете, есть большая ошибка многих сетевиков, которые пришли в какую-то новую компанию, и начинают так, быстренько я сейчас приду, узнаю у своих знакомых, востребован ли этот продукт или компания, а там дальше, если им интересно будет, я пойду, потому что я их же сразу подключу, значит бизнес пойдет. Нет, ни в коем случае. Если вы пришли с таким моментом, вы совершаете большую ошибку. Когда вы начинаете на старте рекрутировать, ничего не зная о компании, а может быть как-нибудь прокатит, то понимаете, что вам будут задавать вопросы, вы не сможете на них ответить. И тогда этот человек поймет, что нет, с ним я не хочу, но его в целом заинтересовала компания. Он ищет в поисковике, в ютубе, в инстаграме человека, другого лидера, за это ему вопросы. Тот лидер ему отвечает на эти вопросы, и он идет к нему в команду. А вы, получается, потратили время, дали информацию, и по итогу ничего у вас не получилось. Просто потратили время. Но с другой стороны, это опыт. Поэтому все узнавайте изначально, от А до Я, а только потом начинайте рекрутинг. После того, как вы узнали все о компании, о маркетинге, вы готовы выстраивать ваш сетевой бизнес, большую империю, зарабатывать хорошие деньги. И благо, все для этого есть. Ваш офис, это ваш телефон. Представляете, теперь в вашем телефоне находятся все обучающие материалы, вся продукция, чаты, камера для того, чтобы снимать видео, и создавать контент. Представляете, вам нужно всего совершать 4 действия. Это создание контента, это трафик, это рекрутинг, и четвертое, это сопровождение. Выполняя всего 4 действия, вы выстраиваете свой бизнес, без вложений. Понятно, что ваше вложение, это знание вашей головы, и время, которое ценный, время это наш ценный ресурс, который мы тратим. Да, здесь я согласен, здесь вложение. Теперь вы должны понимать, что все, что вам необходимо для вашего бизнеса, это забраться в компании и телефон, с помощью которого вы будете выстраивать этот бизнес. Очень удобно. Понимаете? Раньше таких возможностей не было. Теперь, что я хотел бы вам напоследок сказать, это определяйтесь с компанией, определяйтесь время, сколько вам необходимо выделить для того, чтобы погрузиться. И дальше, когда вы уйдете на уровень дохода, который вы получаете в найме, ныряетесь с головой и прям стартуете, как ракета, расширяетесь и делаете ваш огромный, сильный бизнес. На этом все. Спасибо вам, что были со мной. Я думаю, что это видео было вам полезно. Если это так, ставьте палец вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, для того, чтобы получать мои новые видео. Ну а больше всяких интересных штук, как мы рекрутируем, как мы настраиваем трафик, откуда мы берем людей, как мы спонсируем. Вы можете посмотреть на моем канале или моей команде, где мы даем мощную IT-поддержку, для того, чтобы наш бизнес рос, процветал, и наши люди зарабатывали хорошие деньги, получали автомобили, путешествовали и меняли мир вокруг в лучшую сторону. С вами был Владимир Коваленко. Пока-пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok